Аквариум Аквариум, в котором есть живые аквариумные растения, всегда выглядит интереснее, чем аквариум с безжизненным пластиком. Но когда начинаешь углубляться в тему по содержанию и уходу за этими самыми растениями в аквариуме, сталкиваешься с огромнейшим количеством нюансов, которые многих аквариумистов останавливают в этой затее. Действительно, каждое аквариумное растение имеет ряд требований. Если эти требования не соблюдать, то растение гибнет. Уход за живыми растениями примерно такой же, как и за рыбками. Как и рыбки, растения бывают очень требовательны к содержанию и те, которые можно отнести к выносливым и неприхотливым. Обычно именно с таких растений и начинается путь к аквариуму без пластикового декора. Одно из таких растений в алиснере. О ней и пойдет речь в этом видео. Сразу скажу, когда речь идет о неприхотливом растении, это совсем не значит, что для его содержания абсолютно ничего не нужно. Не забывайте, что оно живое и подкормка для растения все равно нужна. Однако к показателям воды и прочим параметрам неприхотливые растения менее требовательны. Валиснерия популярна не только среди начинающих аквариумистов из-за своей неприхотливости, но и у аквариумистов с большим опытом. Это растение часто используют в дизайне оформления аквариумов, ведь валиснерия – это куст с длинными узкими листьями лентообразной формы. Длина или высота растения бывает разной, от 10 см до 1 метра. Кстати, листья бывают разных оттенков – зеленого и красного цвета. Стоит обратить ваше внимание на то, что корневая система не очень мощная, и по этой причине нужно быть осторожным при высаживании этого растения в аквариумы с рыбками, роющими ямы. Они с легкостью откопают корни, и растение всплывет на поверхность. Это не опасно, растение выживет, но данный факт будет доставлять неудобства владельцу аквариума. Нужен ли питательный грунт для валиснерии? Если вы будете такой грунт использовать, то хуже растению точно не будет, но можно обойтись и без него. Валиснерия прекрасно растет в пропанте, мелких камешках до 5 мм и даже в песке. Помните о том, что при посадке растений толщина почвы не должна быть менее 4 см. И это касается не только валиснерии, но и других растений. Опираясь на свой опыт, добавлю, что в заилинном грунте валиснерии растет гораздо лучше. По этой причине, если вы сифоните грунт, то рядом с этим растением сифонить не нужно, и оно будет всегда вас радовать. Отдельно нужно сказать про освещение. Валиснерия любит яркое освещение. Но это совсем не значит, что оно плохо растет при приглушенном свете. Да, медленнее. Но растет, и это еще раз указывает на неприхотливость данного растения. А так как световой спектр или многими любимые люмины особого значения не имеют, то и останавливаться на этом не будем. Также, говоря о неприхотливости, валиснерии нужно обратить внимание на диапазон температур, который считается приемлемым для этого растения. Он достаточно широк от 18 до 32 градусов. Более того, кратковременно может переносить температуру ниже 18 градусов. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что валиснерия подойдет не только для аквариумов с тропическими рыбками, но и с холоднолюбивыми тоже. Кстати, лучше всего, если в аквариуме будет нейтральная кислотность и средняя жесткость. Валиснерия Валиснерия, которую используют в оформлении аквариума, никогда не высаживают на передний план. Чаще всего, это задняя стенка. Высаживая таким образом, получается прекрасный зеленый фон, на котором очень эффектно выглядят рыбки. Иногда валиснерию высаживают по бокам аквариума, реже на среднем плане. Листья этого растения достаточно длинные, и при необходимости не бойтесь их обрезать. Для валиснерии это не страшно. При правильном уходе концы даже не пожелтеют, хотя и это возможно. Но растение не погибнет. Часто, когда валиснерия сильно разрастается, с помощью ножниц ее можно проредить. Некоторые аквариумисты не обрезают это растение вовсе, добиваясь длинных листьев и преследуя цель приглушить свет светильника. Более того, длинные листья, которые лежат на поверхности воды в некоторых дизайнах аквариума, очень интересно смотрятся. Для размножения этого растения не нужно предлагать особых усилий. У корней валиснерии образуется уз. На нем им формируется новое растение. Уз становится со временем еще длиннее, и на нем также формируется новое растение. Таким образом, в просторном аквариуме валиснерия растет углом. Когда у нового появившегося растения появляется три и более листочков, и длина не менее 7 см, их можно отделять. Также у валиснерии есть семенное размножение. Однако аквариумисты в большинстве своем такой способ не используют. К тому же цветет валиснерия не часто, да и не у всех аквариумистов. Валиснерия Валиснерия очень стойкое растение, но и у него есть свои враги. Крупные листья некоторых разновидностей в валиснерии достаточно хрупкие. И первый враг – это руки-крюки. Второй серьезный враг в валиснерии – это медь. Медь часто встречается в химии против водорослей или беспозвоночных. Также в некоторых лекарственных препаратах содержится медь. Поэтому прежде чем что-то лить в аквариум с этим растением, обязательно ознакомьтесь с составом. Валиснерия – это не одно растение, а целая группа и семейство водокрасовые. На сегодняшний день в состав рода входит примерно 14 видов. Встречается на всех материках, водоемах, тропической и субтропической зоны. Изначально валиснерия произрастала только на территории жарких тропиков. Но в последнее время все изменилось. Благодаря способности валиснерии адаптироваться к климатическим условиям. Самое интересное то, что и в нашей стране, в живой природе, также есть валиснерия. Правда, встретить ее можно только в нижнем течении Волги, Предкавказье и Дальнем Востоке. Ну и напоследок давайте посмотрим на некоторые виды валиснерий, которые чаще других встречаются в аквариумах. Валиснерия – спиральная. Валиснерия – гигантская. Валиснерия – она или по-другому карликовая. Валиснерия – тигровая. Валиснерия – американская. Субтитры сделал DimaTorzok